Субтитры предоставил DimaTorzok Офірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про акторську кар'єру та кіноринок в Україні. В нашій студії актор театру та кіно Роман Лук'янов. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую за перегляд! Я планую їх втілювати в життя як режисер та продюсер. Одружений. Має двох дітей – Ніка та Богдан. Хобі – спортзал, комп'ютерні ігри, монтаж відео, автомобілі. Романе, ще раз вас вітаю. Тож, ви – дніпрянин. Але зараз працюєте більшість часу у Києві. Взагалі, вважаєте себе дніпрянином зараз чи не? Дякую, я можу сказати, що я плотно займаюся цей професією с 2007 року, в частності с 3 сентября 2007 року. Це був мій перший виход в кадр, коли я був ще в шокі з того, що я попав на сьомочну площадку. І вже тоді у мене була мисля переїжджати в Київ, бути києвлянином і працювати в Києві. Ну, ви знаєте, пожив в Києві во время учоби, я зрозумів життя. І я вибрав все-таки залишатися в Дніпрі. Все ж таки, у вас тут живе родина, двоє діточок, дружина. І ви все ж таки тут продовжуєте жити і будете жити тут. І буду жити тут. Единственное, що я потім, дай Бог, нормальних заробітів, куплю собі вертоліт і буду їздити на роботу просто, дай все. Зручно дуже буде. Тож, знаю, що ви маєте першу освіту економічно. Потім ви працювали, ви були приватним підприємцем, мали свою компанію, дуже успішну, я так розумію. І в якийсь час, коли вам було десь 30 років, так? Ровно 30. На дні рождення, от, яким на дні рождення 30 років я вирішив, все, я хочу займатися, не то, щоб я вирішив, що я хочу займатися. Я цим хотів займатися всю життя. Все життя. Коли вперше ви відчули цей позив серця? В дитинстві? Да, позив серця в мене був в дитинстві. Я можу так сказати, з самого дитинства, я завжди любив, во-первых, дуже важливо, це відвічає актера от не актера, я любив розказувати анекдоти. Ну, я до сих пор люблю розказувати анекдоти. І знаєте, коли розказуєш анекдоти, все кажуть, аааа, ха-ха-ха, от тебе б актером бути. Просто, говорят, между прочим. Подобалось емоцію. Конечно, это между прочим, коли люди кажуть, от тебе актер там сидела. Но актерство – це де? Москва, Києв – це де-то далеко. А в Днепрі цього немає, тому я в Днепрі не считав це… Можливістью зароби. Так, я не думав, що це взагалі возможно. В 30 років у мене хватило ума понять, що расстояние 500 км – це взагалі не расстояние. Ну, щоб сказати, що там є, а тут немає, так всього лише 500 км. Тому я собрал чемодани і поїхав учитися на дневне відділення. Будучи женатим, звісно, жена була в шокі з моєго рішення. Ну, я уїхав, учився, жил в общежитті. Все, як треба, прожив. Але все ж таки вона підтримала вас. Так, і я можу сказати, не так, щоб прямо з флагом. Вона, звісно, так, слегка в шокі, але патрони мені, звісно, давала. Подавала мені патроночки. Як зараз? Дивитись разом усією родиною ваші сняли, фільми? Так, звісно, дивимося вместе. Слава Богу, що мені не дають таких, якісь ралей, де мене треба з дівчинками. В общем, да, мене хоть нет, у мене було, пару моментів таких було, коли я сижу з дітьми, з женою, це настільки як-то я сам по себе, мені як-то так, ну, коли я з другою жінчиною, там, цілуюсь, там, как-то, вот эта грая любовь, жена мені така, слежиш, а со мною ти не так себе ведеш, це ж кино, а мені як-то так, неудобно. Да, ми смотрим вместе, сім'єю, мої діти в курсе всіх моїх проектов, вони і слідять за ними, і всіхда кричать, папа, папа, тебе показують. Це дуже цікаво, і, до речі, я вважаю, що наші глядачі теж будуть раді подивитись невеличкий шоу Ріл, тож, давайте його подивимося разом. Ти мені відповісти і за маму, і за Олеа. А ось, зробуй, це з мексиканської кухні. Не зрозуміло. Без тибаччя. Я доню поліфію. Це все означає. Не треба. Я повинен знайти свою доньку. Так, треба звалювати звідси. Романе, тож, продовжимо з вами. Коли вам було 30 років, ви залишили тут свій бізнес у Дніпрі, поїхали до Києва, я так розумію, навчатися у Карпенко-Каргу. Чому вибрали саме Карпенко-Каргу? Я можу так сказати. Коли я їхав туди вчитися, я взагалі не розуміли, Карпенко, не Карпенко, університет культури чи не культури. Я, звісно, просто простудував інтернет. І прийшов просто, ну, як то, що знайшов. Я не розуміли навіть, що краще, що хуже. Я взагалі в цьому не розумілися. І коли я прийшов в Карпенко, знаєте, що мені сказали? Вам, товариш, 30 років і ми вас не візьмем. Все, у нас до 27. Тому я, недолго думав, я пролистав інтернет просто дальше. І увидел університет культури Поплавський, Кнукин. Прийшов туди, а там, в принципі, за ваші гроші будь-який каприз. Тому я поступив на платну основу, а потім перевелся на бюджет, ну, потім перевелся на бюджет. Ну, поступала на платну основу і, в принципі, відучився і закінчила. Я кнуким, іменно не Карпенко-Карова, а університет культури і мистецтв. Зрозуміло. Але ж ви, коли вийшли, після вийшу, так, ви були не як звичайний випускник. Вони були, мабуть, усі молодші ваші. А, ну да, я був самим старшим. Вони вже були з таким життєвим досвідом. І це, мабуть, дуже відрізняло вас від інших. І, мабуть, це було, так би мовити, більше плюсом чи мінусом. Як ви вважаєте? Так, це було плюсом, тому що, коли у молодих людей, які тільки приходять, у них немає личного жизненого опыта. І тому вони, у них немає опыта емоцій. І вони учатся граты. Ну, коли говорять, от тебе спина боліет, у нього ніколи не боліла спина. І він її пітається... А ви вже знаєте, я все. Конечно. А у мене було багато, особливо, учитывая то, що я такий розбушака по жизни. І у мене було дуже багато, скажімо такі, приєтних і не приєтних моментів. І, взагалі, дуже разные моменти. Активна жінь. І у мене, воно, такий слоєний пирог із моїх емоцій. І мене було легко витаскивати… Добро обирати. Витаскивати, да. І за що меня, в принципі, любила моя преподаватель, моя мастер. Она сразу так и сказала, что, Роман, видно, что у вас есть личный опыт этих переживаний. Когда мы говорим, надо делать то, и я не играю, а я просто вспоминаю, как это было. И у меня в глазах сразу появляется. Во взгляде появляется. Это очень важно. Во взгляде. Это для кино, кстати, хорошо. Романе, до речи, если бы вы сегодня порадили какому-то человеку, которая хочет вступить, отримать высшую актерскую высоту, куда вступать в Украину? Я могу так сказать. Смотри, с чем ты хочешь себя связать. Давайте я разберусь. Чи театр, а не кино. Если ты любишь театр так, что прямо ты без него жить не можешь, Карпенко Карлова. Это однозначно, даже только потому, что, не потому, что школа, не школа, это отдельный разговор за школу, а после Карпенко Карлова все преподаватели, все студенты, они уже связаны с театрами, вот, даже в том же Киеве. Ты где ни глянь, в театрах работают студенты Карпенко Карлова. И получается, ты уже вроде как свой, и тебе уже легче туда просто попасть. Занурротись в театральную сферу. Вот, но если ты хочешь все-таки экран, телевидение, кино, Кнукин дает больше. Поплавский в этом плане, я его уважаю за то, что он идет со временем в ногу. Карпенко отстает. Карпенко, так могу сказать, 19 век еще. Там все хорошо, но там еще 19 век. Это когда ты должен быть просто такой нормальный. А просто нормальным в наше быстрое и сумасшедшее время, просто нормальным быть мало. Я могу так сказать. Это хорошо, но это мало. Поплавский как раз, не то что он лично, я имею в виду его институт, с выходом на телевидение, у него больше выходов на телевидение. Вот на телевидении работают все с Кнукина. Все. В основном. И поэтому попасть в телевизор, скажем так, прямо в телевизор попасть лучше с Кнукина. В театр с Карпенко. А взагали, безвыщие акторские свиты в кино не як? Як. Я могу сказать, что я, как пишу сценарии, тоже как потенциальный режиссер и потенциальный продюсер, естественно, я уже проводил кастинги. И для меня очень важно, вот лично для меня, чтобы вы это сделали. Просто, чтобы у вас есть задача, сделайте, пожалуйста. Какое у вас образование меня не волнует. Единственное, что, когда вы уже выучились, у вас это быстрее получится, потому что вы знаете технику. Где инструменты, может быть. Да, у вас есть инструменты. И вы, естественно, вы можете это сделать, понять меня быстрее можете, режиссера. Человек с образованием просто быстрее может уловить смысл, что ему надо сделать. Но есть же уникумы. Человек с улицы может прийти и сделать ровно то же. Ну, прямо четко. Поэтому, не факт. Но, знаете, как могу сказать? Человек без образования, ему тяжело просто попасть на кастинг просто так. А можно мне к вам на кастинг? А куда идти, не зрозумяло. И не то, что куда идти, а даже на кастинг позвать. Кастинг-директора, в принципе, все-таки преимущественно дают перевагу, скажем так, украинскую. А они все-таки зовут с дипломированных актеров. Зрозумело. А вы, взагалі, вот зараз почуваете себя знаменитым? Ну, это так сказать, конечно. Я же самолюбивый, естественно, человек. Конечно же, я почуваю себя знаменитым. Ну, как знаменитым? Узнаваемым. Это не знаменитость еще. Как часто у Дніпри до вас подходят и кажут, я же вас бачу. Дайте мне, будь ласка, автор. Знаете как, я могу так сказать, в Киеве это происходит чаще, потому что в Киеве человек, в принципе, реально понимает, да, это я. Ну, потому что он понимает. А в Дніпре научикуют вас застритые. В Дніпре я вижу эти взгляды, не могу понять, где я вас видел, но люди в основном думают, наверное, похож или... Да не, не, не он. Ну, подходят некоторые, конечно. Ну, не часто. Вот в Дніпре, вот у меня с 2007 года, когда, скажем так, я более-менее появился на экранах, вот у меня в Дніпре, ну, может, раз в 10 только было такого, чтобы просили автограф этот. А в Киеве, в Киеве, да, в Киеве люди частенько, да. А взагалі, який нас науспішнішим вважаєте, науспішніша роль ваша? И в якому серіалі або фільмі? Ну, естественно. Точка отсчета моей узнаваемости сериал «Школа». Это, это естественно. Я тут уже ничего не могу сказать. При всем моем сложном отношении к этому сериалу, все равно могу сказать спасибо им за то, что они сделали меня медийным, скажем так. Это, да, сериал «Школа». Хотя по работе, конкретно, да, по актерской работе, мне, допустим, нравится сериал «Черные кошки», где я, ну, это российский сериал, НТВшный, это еще снимался в 2012 году. Там у меня была хорошая роль. Там, знаете, что мне понравилось, почему именно, не в том дело, какой материал, что крутой материал или нет, а работать мне как актеру понравилось все-таки там, вот в том проекте. Само в том проекте. Да, там и другое отношение к актерам было, там и режиссер как-то по-другому задачи ставил. Это снималось все в Одессе. И я на время съемок поехал в Одессу со своей семьей туда. Мы в отеле жили, я ходил на работу просто на съемки, да, и получается, мы так все лето провели с семьей. И поэтому мне, наверное, вот как-то запало в душу именно тот проект «Черные кошки» называется. А что для вас взагалит кино? Чем я для вас кино? Знаете, что для меня кино? Вот я сейчас скажу, да. Что меня отличает от некоторых, вот я смотрю на некоторых киношников и вижу, что я не такой. А что отличает? Сейчас скажу. Кто-то любит себя в кино, да, а кто-то кино в себе. Это вот, а теперь же поймем, а в смысле? Это понятно, есть такие выражения себя в кино, кино в себе. А в смысле? А вот я сейчас скажу в смысле. Когда я произвожу медиа-контент, я лично, да, или я в кадре, или я за кадром пишу сценарии, и я смотрю в кадр. Я хочу, когда я включу плей, я смотрю на вас, на зрителя. Я смотрю на зрителя. Как зритель смотрит? На его эмоции. Конечно. И я кайфую, когда вы кайфуете. Я вижу, что вы кайфуете, и я кайфую от этого. Очень много режиссеров и актеров все-таки смотрят себя. Это самолюбование. Вот это я плохо получился, тут я хорошо получился. И вот это, вот что для меня кино. Кино это когда я даю что-то такое, что потом вы смотрите и получаете эмоции. То есть вам подобаются видоваты, эмоции. Я очень кайфую именно от зрителя. Я кайфую именно от зрителя. Я могу даже вообще не смотреть на экран, что там показывают. Я смотрю на вас, как вы реагируете. И делаю выводы, правильно я сделал или нет. Если вы сидите со скучным лицом, я понимаю, что я что-то сделал не так. При всем том, что я там буду красивый, хороший. На экране я молодец, но я смотрю, вам не нравится, все, значит, я что-то неправильно сделал. А если я там какой-то неправильный и лично мне не нравится, как я там, но я смотрю, вы кайфуете от того, что вы видите, все. Значит, я все сделал. Треба что-то шукать, Гарли. А скажите, пожалуйста, взагалі, що захоплюю в занимальному процесі? А мне нравится делать то, что я не могу делать в жизни каждый день, да? Я ж не могу быть сразу и летчиком, и водолазом, и пиротехником, и каскадером, ну так, в жизни. Я могу быть кем-то одним, да? Вот выучиться на летчика и быть летчиком. Або стать актором и бути всім на снимальному майданчику. Я кайфую, потому что я все время играюсь в песочнице. Всю жизнь, вот как я с детства в песочнице придумывал себе историю, играл. То я водитель, то я летчик, да? Ось, до речи, саме так проявлялось в дитинском. Ну, верно. Вот так оно, есть у нас такое профессиональное понятие, есть кинолента видения. А кинолента видения, это когда я что-то рассказываю, я проецирую у себя в голове эту историю, которую я сейчас рассказываю. И люди с кинолентой видения, это у детей она вообще развита. Они, вот, он играет в песочнице с кубиком, но он, у него это не кубик, у него это что-то нереальное вообще. Вот это воображение. И вот это я сейчас, будучи сорокалетним дядей, я вот этот маленький мальчик, который до сих пор играюсь. Вот это для меня съемочный процесс, да? Это и игра. Яким мае бути актор, щоб стати успешным? Чтоб стати затребованным? А я могу сказать, чтобы стать востребованным, надо быть, во-первых, сразу говорю. Если вы считаете себя просто нормальным человеком, у вас понижается этот шанс. Потому что нормальных нас, ну, все нормальные вокруг, посмотри, все нормальные люди. Надо быть ненормальным. Чуть-чуть, ну, не до сумасшествия, что ты вообще какой-то ненормальный, да? Уникальным, может быть, да? А вот что-то должно быть в тебе, что-то такое, чтобы люди на стороне сказали, там было 20 человек, ну, знаете, а вот один меня вот что-то приглянулся. Вот. А он приглянулся не потому, что он красивее всех, поверьте, потому что он вел себя по-другому, потому что он, все говорят так, а он говорит иначе. И он выделяется. И вот только когда он выделяется, и, кстати, вот так вот выделяются люди в процессе учебы, на, когда учится вот тот же самый Карпенко, их же так мастера и выявляют. Когда ты не просто нормальный, просто нормальный, ты скучный. Ты, ну, ты просто нормальный. Звычайный. Звычайный, обычный, да, обычный. Нет, надо быть необычным. И я не могу сказать, что надо быть. Вы не сможете быть необычным просто так. Ну, будучи нормальным и делать себя необычным, будет видно, что вы делаете. Это все-таки, я могу так сказать, вам надо просто когда-то сойти с ума чуть-чуть и думать, что это нормально, но со стороны смотришь, а это ненормально. Вот тогда это хороший актер. Ну, это життя, мабуть, подвинет до такого. А как взагалі треба комуникувати? С кем? Чтобы потрапляти на эти кастинги? Треба спілкуватися с кастинг-директорами? Как взагалі цей процесс на киноринку в Украине? Процесс на киноринку. Чтобы попасть вообще в эту сферу, в принципе, достаточно просто подписываться на все кастинг-странички, кастинги, кастинги, их там сотни. Ставить плюсики, отвечать, постоянно требуется парень, требуется парень. Давай, шли свои фотографии, шли плюсики, шли свои видеовизитки. Ну, не то чтобы спамить, да, может быть, спам это слишком уже, но я думаю, постоянно, активно о себе напоминать. И хороший кастинг-директор, хороший, я имею в виду кастинг-директор, который занимается профессиональной своей работой, он всегда ищет новые лица. Всегда. Хороший кастинг-директор всегда ищет новые лица. Ему недостаточно с Лукьяновым просто дружить. Он ищет Лукьянову замену. На всяк выпадок, так бы могут. А даже не для того, чтобы на всяк выпадок Лукьянову замену, а чтобы кастинг-директор должен быть ассистентом режиссера. И режиссер, хороший режиссер, любит, когда кастинг-директор ему дает на выбор много вариантов. Много вариантов. Это же хорошо, когда ты, вау, класс, я могу выбирать. Да? Вы поняли, о чем я говорю? Поэтому, если ты постоянно штудируешь, постоянно ставишь плюсики, постоянно с фотографией, все время отсылаешь какие-то резюме без ответа. Я не говорю, что прям тебе будут все отвечать, я говорю, да, да, ты молодец. Нет, будет молчание игнор. Будет игнор стопроцентный. Надо знать, что будет игнор. И просто вот так в никуда отсылать свои данные. В никуда. Не ждать, что тебе сейчас будут ручкой махать. Никто не будет тебе ручкой махать. Но, если ты будешь так настырно, постоянно, постоянно, постоянно участвовать в этом, так участвовать, когда-то, я вам сто процентов гарантирую, когда-то вам позвонят, скажут, здравствуйте, здравствуйте, приходите. А взагалі, вот в вашем житті зараз відбувається ще частіше. Чи вам телефонують з пропозиціями? Конечно, да. Або те, що вы сами шукаете можливість принятого числа кастинг? Нет, я уже, в принципе, дошел до такого уровня, что меня уже все знают лично. И поэтому я, даже когда я что-то отсылаю, мне говорят, Роман, ну, у нас так... Ты вже є в перелику, так? А у нас не в том, что в перелику. Люди уже знают, они, режиссер может спокойно просто говорить, так, вот он смотрит, ага, вот этот роль, а ну Лукьянова меня позовите. Он уже так говорит. Лукьянова позовите меня, позовите меня того, того, того. Режиссер уже, в принципе, зная этих людей, уже приглашает, просит кастинг-директора, чтобы кастинг-директор пригласил на пробы уже конкретных людей. Это я уже в таком числе. Но иногда, конечно, я шлю какие-то данные, но это знаете, как у меня? У меня есть в друзьях кастинг-директора, и я просто два раза в год, два раза в год, я о себе напоминаю. Просто пишу сообщение. Здравствуйте, напоминаю о себе. Если, допустим, сделал шаурил, я сам монтирую шаурилы себе. Сделал шаурил, стараюсь сделать хотя бы один раз в год один шаурил себе. И этот шаурил просто банально в личном сообщении отправляю ссылкой на YouTube. Я не жду, что прямо будет мне кто-то отвечать. Я не жду, я просто отослал и все. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Если нас будут смотреть акторы, которые не дойали еще до этого уровня, как работать над своей карьерой и, взагал, как правильно ее формировать, что делать? А я могу так сказать, что сразу... Что сразу отталкивает, это если человек сразу приходит и начинает играть. Играть. Вообще слово играть, оно портит само понимание. Наверное, надо как-то по-другому это переназвать. Я еще не знаю, может, когда я буду писать свои мемуары и книги, может, я придумаю этому название. Но я лично считаю, что слово играть портит человеку понимание. Он начинает играть. Сразу вот, оп, и начинает... Пришел один, ты ему, ой, хороший, молодец, какой интересный, живой. А ну, плей, включаешь, рэк, камеру. А он, оп, спинку ровно, уже появляются зажимы, и он начинает играть. Э-э-э, о, вот это. Подожди, 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 товарищ. И когда это очень большая проблема вообще очень многих, это играть. Жить надо научиться. Это называется органично. Ты можешь, да, можешь даже играть, не такого, как себя. Но делай это органично. Если ты будешь органичным, просто органика, чтобы ты был живой, настоящий, с кривой спиной, с соплей из носа, неважно. Это твоя органика. Этим ты и будешь мне интересен. И тогда у тебя будет рост стопроцентный, если ты будешь органичен. Если ты будешь играть, поверьте, один, два, три кастинга, люди на одном кастинге пригласят, потом скажут, нет, его не зови, потому что он играет. Пять кастингов и все. Как взагалі напрацювати портфолио тим, в кого его немае? Взагалі. Напрацювати сейчас есть очень много дешевых продакшенов, которые только пооткрывались. Они не могут снимать, скажем так, дорогие проекты. Но они снимают хоть какие-то проекты, снимают. Они предлагают дешево актерам. За дешево мы, актеры-профессионалы, уже не идем. И вот как раз открывается это окно аматорам. Можно так сказать. Само для того, чтобы отримать портфолио. Вот как раз. Ты приходишь, там с тебя не требуют сильно игры, потому что они понимают, ты за эти 500 гривен, ну, мы и так платим тебе столько денег мало. Поэтому есть возможность. У нас, к сожалению, нет таких продакшенов. В Киеве полно таких продакшенов, которые спокойно могут взять тебя, человека, без особого умения, на какую-то маленькую роль, где ты уже начнешь, хоть как-то попадешь, хоть 5 секунд ты попадешь в кадр. Вот тебе уже вырезал, вот тебе уже 5 секунд есть. Попал еще куда-то, вырезал, еще 5 секунд. Конечно, это делается очень долго, нудно, этими плюсиками, этими фотографиями, этими постоянными дешевыми работами, даже в минус себе. Если ты хочешь пробиться, будучи в Днепре, допустим, тебе предлагают работу дешевле даже, чем проезд и проживание, ты должен понять, ты едешь зарабатывать деньги или ты хочешь попасть в кадр. Если ты хочешь попасть в кадр, будь добр, едь, соглашайся на любые деньги. соглашайся, едь, плати свои деньги, но попадай в кадр. Очень важный момент. Очень важный момент же ж, не просто быть органичным и все дела. На площадке, как себя вести, ты же должен научиться работать, просто уметь это делать. Не уметь играть, а на площадке даже понимать… Да, понимать работу, понимать. Ты должен понимать, где камера, ты должен быть границей кадра. Это все очень, ну это большая, скажем так, тема для разговора, да? Ну ты вот так просто сидеть и рассказать. Сейчас, ребята, вам расскажу границы кадра, как этот. Ты ничего не поймешь. Тебе надо вот так поставить тебя и снимать. И только тогда ты наделаешь кучу ошибок, но потом на второй раз ты будешь эти ошибки убирать, на третий раз, на третий раз ты будешь еще ошибки убирать, и только к пятому разу ты действительно будешь заходить на площадку спокойно, и волнение пропадает. Романе, вот вы сказали, что вы працюете зараз над сценарием и плануете его реализовывать, как продюсер и режиссер. Что это за сценарий? Дуже коротенько. И взагалі, где его плануете реализовывать? Чи в Днепре. Хочу в Днепре. Хочу в Днепре. Скажу так. Очень интересный материал. Вообще прямо очень интересный. Я его до сих пор читаю, перечитываю и кайфую от того, что я уже вижу это кино. Я как автор, я уже видел это кино. Своей голове. Это круто. Я вам говорю, это круто. Смотрите, я сначала, изначально это был короткий метр. Потом я решил все-таки сделать полный метр. Но когда я понял, что историю надо, как мне сказали профессионалы, ну надо долить водички чуть-чуть и все. И я понял, когда я доливаю туда водички... Напомниваете сценарий? Напомниваете, но он разбавляется. Теряется сразу этот эффект классности. Растягиваются сцены. Нельзя. Я понял, что нельзя. Поэтому я оставил его в виде короткого метра, только короткого на 40 минут. Средний метр, да, скажем так. Так, так. И у меня к этому 40-минутному материалу у меня еще лежало в заначке три сценария. Тоже таких. И я, в конце концов, потом когда-то меня осенило, а не об одном и том же. А не об одном и том же, только разные истории. И я сейчас сделал концепцию. Это четырехсерийный мини-сериал. По 40 минут за серию. И сейчас, на данный момент, хочу предложить, не то, что хочу, а уже предлагаю конкретно продюсерам телеканалу, чтобы эту пилотную серию... Чтобы экранизовали. Якщо одним речением, про що цей сериал? Бо у нас уже закінчується час на житті. А сериал о, скажем так, о выборе человека. Это то, что это мое личное. В выборе, когда я сделал в 30 лет выбор этот, я сделал правильный выбор. И вот надо не бояться его делать. И вот это о выборе. Когда человек должен не бояться делать выбор. Дякую вам дуже за розповідь. Бажаю вам успіху. А я нагадаю, що в нашій студії був актор театру та кино Роман Лукьянов. На все добре. До побачення. Редактор субтитров А.Семкин